Стас, отправляемся в сборную. С какими чувствами? С чувствами себя приятными. Сборная уже четвертый год, как я защищаю цвета своей страны. И для меня это все приятно. Тем более матч домашний будет на стадионе «Зимбрук», где сборная все время проводит домашние матчи. И соперник довольно хороший. Я сейчас видел список игроков. Но там, конечно, команды хорошие у меня. Впечатления у меня только положительные. Сборная Швеция, Ибрагимович. Чего-то пенальти. С какими чувствами ты его вспоминаешь? С какими чувствами ты его отбивал? Ну, честно, на тот момент мы уже проиграли 0-1. И скажу, что в данный момент отбития пенальти у меня не было какой-то такой инфарии, что я что-то сделал сверхъестественно. Понятно, что это великий футболист. Но на тот момент у меня не было. Это сейчас. Для меня это уже история. Потому что время идет, это все забывается. То есть будет помнить только настоящее. Впереди матч ССК. По-моему, самый сложный соперник. Как сам считаешь? Я считаю, да. Я считаю, это соперник, который играет в быстрый футбол. Они очень там индивидуально сильные игроки подобраны. Я считаю, что будет очень сложно. Потому что по этому сезону я мало видел матч ССК. Но я могу сказать в общем о команде, что они играют в очень быстрый футбол. И у них хорошая атакующая линия. Я считаю, наша команда всегда играла за счет желания, за счет самоотдачи. То есть если мы будем играть самоотдачей и желанием, то мы добьемся положительного результата. Хотя бы за очком нужно ехать туда и цепляться. То, что мы играем по данной игре, соперники нас не превосходили ни в чем. Я считаю, что на данный момент мы заслуженно находимся на той позиции, на которой мы сейчас находимся. Что говорить о будущем? Тяжело. Тут уже будет зависеть от нашего настроения, от нашей самоотдачи и, конечно, соперник. Но на данный момент нужно смотреть то, как мы играем, как мы готовимся. Если мы будем так же готовиться к матчу, то успех будет у команды.